Продолжение следует... Продолжение следует... ...непонятных людей, которые бродят по Украине в непонятной форме, то сегодня это выглядит как прямая аннексия территории суверенного государства. А чем ответит Запад, чем ответит Украина, на ваш взгляд? Ну, чем ответит Украина, мне сложно сказать, на мой взгляд, она должна немедленно закрыть границу с Россией и тем самым пресечь в маршруте самые туры белгородские в Донецк и в Харьков, потому что они во многом составляют вот ту самую протестную массу, которую нам показывают по телевизору. А Запад, ну, Америка уже ответила, введя определенные санкции против чиновничества и тех, кто замешан вот в этой авантюре крымской и украинской в целом. Европа будет мягче по понятным причинам, европейские интересы в России гораздо более существенные, и немецкие, и любые другие. Ну, Европа будет пока как бы вот тащиться в хвосте этих санкций, тем не менее, это чувствительно для всех. Ну, посмотрим, посмотрим. Конечно, это все ужасно. Если как-то Россия не одумается, если как-то российское руководство не вернется в этот мир, как-то не оглянется вокруг, не поймет, что происходит, мои прогнозы пессимистичны. Как вы думаете, в итоге может путинская политика привести к полной экономической и политической изоляции России? Ну, как-то страшно об этом думать на самом деле. Я хотел бы верить, что этого не произойдет все-таки, потому что мы здесь живем, и понятно, что российская экономика за все эти годы, которые мы называем сытыми, не была ни в коей степени диверсифицирована. У нас по-прежнему все опирается, вся наша экономика опирается на продажи энергоносителей. Если они смогут со временем каким-то образом заместить российский газ на сланцевый, такие разговоры уже ведут, в том числе американцы снимают запрет на экспорт своего газа природного. Если они со временем смогут существенно уменьшить объем экономических взаимоотношений с Россией, нам будет очень туго. Нам будет очень туго. И просто давайте учитывать, что все это уже происходит на фоне экономической рецессии в нашей стране. У нас уже спад, промышленный спад давно, а сейчас уже экономический. Курс рубля устремился вверх, мы это видим. Биржи падают и будут падать дальше на фоне всего этого кошмара. Ну, поэтому прогнозы пессимистичные, но хочется верить в лучшее, как всегда. А как вы прокомментируете еще последний вопрос, результаты опросов в ЦИОМ, что от 63 до 68% россиян поддерживают политику Владимира Путина? Ну, вы знаете, я бы очень аккуратно относился к любым социологическим опросам в жестких авторитарных структурах. Потому что, ну, понятно, что люди во многом оболванены всей этой пропагандой, которая льется на нас долгие годы с голубых экранов. Люди одурачены, их даже винить в этом не надо. Вот та общественная атмосфера, которая за все последние годы сложилась в России, она, в общем, способствует этому. Я даже могу поверить в то, что это точные цифры, и никто там ничего не приписывал. Может быть, так оно и есть, и тем это печальнее.